За 50 лет ЦРТДЮ прошел путь от Дома пионеров и школьников до Центра развития творчества детей и юношества. Сохранил свои традиции, подтвердил свою уникальность и заслужил авторитет среди жителей города. Его история началась с 1963 года. Уже с первых лет своего существования он стал ведущим учреждением внешкольного образования. Мы готовимся к большому празднику, 50-летию Дома пионеров, Центра творчества. Почему мы так называем? Потому что Центр творчества как бы продолжатель Дома пионеров. Сам Центр творчества был открыт в 1991 году. Разнообразные кружки, разнообразные клубы, объединения работают в Центре творчества. Отрадно то, что многие дети наши, наши воспитанники, потом в своей жизни избирают ту профессию, основы которых они получили здесь. Сегодня Центр творчества – одно из самых крупных учреждений дополнительного образования детей и подростков. Здесь приобретают знания и умения свыше 4000 ребят в возрасте от 5 до 18 лет. А в коллективе трудится 89 педагогов, которые награждены многочисленными почетными наградами. Объединение у нас «Домашний парикмахер» создано в 1995 году. За много лет уже проучились очень много девочек у меня. Цель у нас такие – не выпустить парикмахеров-стилистов, а научить ухаживать за своей внешностью. Научить ухаживать за волосами, за кожей лица и рук. И у нас даже есть личная гигиена, такой раздел. Есть 30 часов косметологии, потому что для девушки это необходимо. То есть создавать красоту своими руками и для себя, и для своих близких. Вот такая у нас цель. Всего в Центре творчества работают около 387 секций и объединений, которые направлены на то, чтобы помочь ребенку с раннего возраста найти и развивать свои творческие способности, эстетическое воспитание и культуру общения. Мы занимаемся вязанием, мы делаем всякие игрушки, но больше всего мы любим играть и вязать. Мы сейчас делаем подарок мамам, готовимся к Дню Матери. Особенно Центр творчества гордится своими выпускниками, которые достигли больших успехов в процессе обучения, стали лауреатами и дипломантами республиканских, всероссийских и международных конкурсов, фестивалей и соревнований. Торжественное мероприятие к юбилею Центра состоится в ближайшую пятницу. Анастасия Сафронова, Артур Мерзагитов. Информационная программа «Ежедневник». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова